добрый день уважаемые подписчики и гости моего канала сегодня у нас в гостях леонард вячеславович сведовсков здравствуйте здравствуйте главный художественный руководитель гдр к луганской народной республики также доверенное лицо кандидата президента российской федерации и действующего президента владимир владимировича путина вам такой вопрос завтра наша страна российская федерация будет отмечать день народного единства как луганская народная республика готова к этому празднику вообще как будете отмечать на рабочем месте в первую очередь потому что день народного единства для нас наверное святой мы слишком долго шли к этому дню начиная наверное даже не с 2014 а с 91 года и есть моменты о которых мало кто знает ну допустим украинская государственность всегда распространяет такую версию о том что был какой-то референдум но круг моего общения в этом референдум референдуме не принимал участие это первое второе еще в 2006 по моему году я готовил проект который назывался который назывался земля обетованная и я сходил в бывший областной архив чтобы увидеть результаты бюллетеня этого референдума я их не обнаружил самое ценное что были бюллетени выборов верховного совета ссср был были бюллетени референдума о сохранении советского союза но бюллетени с результатами референдума 1991 года где якобы жители бывшей луганской области да и всей украины проголосовали за независимость их нет то есть это был величайший обман величайший обман который продолжается уже 33 года и более того я могу сказать то о чем не говорилось вообще никогда люди то за независимость даже кто и участвовал в этом референдуме внешне голосовали за независимость они подтверждали акт о государственном суверенитете дело было так в 1990 году была принята декларация государственном суверенитете украинской советской социалистической республики которая должна была послужить должна была послужить основанием для подписания нового союзного договора эта декларация была и на украинском и на русском что характерно и вот тот акт который был провозглашён 24 августа 1991 года там в преамбуле было написано опираясь на декларацию государственном суверенитете то есть акт подтверждал декларацию как основу для подписания нового союзного договора и когда люди пришли на референдум 1 декабря 91 года у них спрашивали не то что будете ли вы голосовать за независимое украинское государство их спрашивали чипы тверджуете вы акт про государственный державный суверенитет да подтверждаете ли вы акт о государственном суверенитете ну то есть нас обманули раз два три у меня большой вопрос к тем трем людям которые собрались в беловежской пуще и огромнейший вопрос к тому человеку который считал себя президентом советского союза почему он их не арестовал и на мой взгляд и тогда весь мир был бы на его стороне так нет же один из этих людей которые там собрались беловежской пуще первым делом позвонил президенту соединенных штатов который кстати был против вот это вот расчленение огромной огромной страны которая в голове то и осталось вот давайте так рассуждать государство оно на карте это политический политический такой момент а страна она в голове и сердце и когда все это свершилось мне казалось что мы все равно будем да жить в разных государствах но мы будем жить в одной стране но люди которые пришли к власти ну на самом деле вообще любая украинская государственность это антироссия давайте рассуждать так кто такой украинец по этимологии слова украинец это почти что звание и обозначало оно пограничник наряду с дворянским титулом вот мы об этом забывали всегда забывали то что придумали какую-то идею украинства причем придумали немцы и острийцы это совсем совсем другое а вот то что получилось на практике это антироссия но мы то здесь были все русскими несмотря на нашу национальность ну давайте говорить так сам термин русский как оклик он же появился как раз в 1612 году давайте рассуждать таким образом кого мог привести нижегородский староста Кузьма Минин из Поволжья ну первое это татар правильно от того и вольница татарская в Москве была всегда с того самого момента дальше кто там были и зыряне и мордва но все они были русскими вот сейчас есть такая теория что поляки там или те люди которые посадили на престол одного второго третьего же Дмитрия и даже королевича польского да они слишком налогами их притесняли всю эту московскую знать поэтому почему-то клинский князь Дмитрий Пожарский решил присоединиться к ополчению да на Кузьму Минина налоги которыми обложили бояр ну никак не влияли ну правильно же да он воевал за русское государство и оклик русский невзирая на национальность он появился именно тогда так вот мы были русскими и русскими были в зарубежье это страшная страшная вещь на самом деле у нас здесь на территории бывшей Луганской области сейчас Луганской народной республики 125 национальностей но вот вчера я записывал передачу у нас был коллега мой журналист чеченец по национальности ну он же говорит я русский или вот у нас был танкист армянин и и вот он в обсуждении так ну неосознанно даже говорит мы русские понимаете как давайте рассуждать вот моих земляков будем перебирать Владимир Иванович Даль да ну скажите что он не русский не получится да да или Павел Борисович Луспекаев да вся страна говорит когда вот припечет я взду не беру мне за державу обидно правильно же да так на самом деле он нахичеванский армянин и даже дедушка его был Луспекян ну так что он не русский да вот кому не позвонишь да у многих звонок да ваше благородие поет мой земляк и скажите что он не русский и так по по многим вещам по многим вещам и или вот Спасококотский да Спасококотский весь мир моет руки хирурги перед операцией по Спасококотскому но он же русский да и никто никто не может это у него отобрать русский это состояние души это определенный вид мироощущения если хотите это отдельная цивилизация и эта цивилизация она не сопоставима ни с чем ни с Европой ни с Азией и вот у нас сейчас говорят что там мостик такой-то должен быть между Европой и Азией да зачем нам надо русское государство это магнит который притягивает к себе всех кто бы и чего не говорил там я не знаю узбеки что-то говорили или там грузины а кто в Россию попросился мы об этом как-то забываем а кто-то еще очень хочет чтобы мы это не вспоминали я был достаточно взрослым человеком мне было 25 лет и многие люди помнят вот эти вот телемосты познер тонахью да все вот это как-то ощутили дух свободы и теперь разбирают на цитаты и неправильно их воспроизводят не к месту ну допустим все говорили все часто говорят что в СССР секса нет да вот это ж из этого телемоста на самом деле дело ж по-другому было там же разговор шел о кино и когда говорят вот смотришь там или Рэмбо какой-нибудь или секс вот кто-то из американцев спрашивает а что у вас этого нет имеется в виду на экране телевизора и тогда женщина сказала а у нас секса нет и она же права ведь рассуждали то о том что показывает на экране в кино по телевизору но мы же сами сами это беда мы сами это выбираем или другой момент когда-то тот же самый Фил Донахью выпустил в телемосте такого Збигнева Бжезинского знаете да и тот говорил а вы забудьте что вы советский народ отныне вы русские грузины армяне все все национальности нет общности советский народ то есть имелось в виду не все вы русские вот против против чего всегда направлялись направлялись движения наших врагов против нашего единства как его не назови Иосиф Иссарионович Талин да тост за великий русский народ Георгиевский зал 24 июня 45 года знаменитый тост за великий русский народ ну и что мы будем только русских выделять из нашей многомиллионной красной армии или воевали все весь народ воевал и кстати мы мы вот сами сами почему-то занимаемся самоуничижение да вот посмотрите тоже все все так говорят вот Сталин вот он нехороший он людей винтиками называл а в каком контексте это было сказано я пью я пью за великий русский народ за миллионы советских людей за те винтики которые сковали могучий механизм победы что мы мы вот это воспроизводим когда-нибудь или берем винтики или мы вот говорим это кстати ко дню народного единства мы же забываем что впереди ополчение и перед войском дмитрия пожарского была икона казанской божией матери и в москву входили так так вот воинствующий атеист иосиф виссарионович сталин самый отъявленный воинствующий атеист 4 ноября 1941 года по воспоминаниям поскребышева закрылся с иконой казанской божией матери что там было никто не знает но после этого все оборонительные сооружения под москвой эта икона облетела и через месяц как погнали немцев оттуда и то же самое было под сталинградом и как следствие мы как-то забываем а кто патриаршество восстановил да не атеист воинствующий сталин да не по его ли указу так что вы понимаете а это кстати история она сродни библейской легенде ну помните наверное как апостол павел он же был гонителем христиан да покуда к нему не явился сам иисус и не сказал что ж ты гонишь меня а что со сталином не то же самое произошло сродни сродни но мы почему-то этого не замечаем мы почему-то свою уникальную цивилизацию приравниваем какой-то европейской мы приравниваем почему-то мы считаем что нам надо смотреть на восток да ну хорошо мы будем смотреть на восток не вопрос но почему мы должны кому-то подражать или забывать о том что больше всех мы воевали с турками а самый главный наш неприятель на востоке были персы ну давайте же называть вещи своими именами да и вот наше окружение оно же не поменялось если мы берем 1612 год ну скажите наших недругов шведы поляки литовцы они другими стали а в 1690 году в 1610 году англичане собирались пройти по нашему поморью дойти до Урала и открыть себе путь в Сибирь это как они что другими стали они такими же и остались только мы должны это понимать осознавать и гордиться сами собой мы всегда забываем и я даже у студентов спрашиваю студентов мои журналисты и далеко не историки но вот это вот образование наше усредненное не среднее усредненное оно не дает им воспринимать всю картину мира ну я приведу один пример да даже песни разные поют про Аляску да мол русская Америка это Аляска ну первое что должен знать каждый луганчанин договор об аренде русской Америки составлял Владимир Иванович Дарь вот это тайна за семью печатями второе а что же такое что же собой представляла русская Америка вот город который точно был это город Сан-Франциско то есть значительная часть Калифорния это тоже русская Америка и знаете еще была спорная территория Гавайи почему спорная ну людишек не хватало защищать рубежи России это все было еще при Александре первом это было при Николае первом самое ценное что договор если Аляска там есть некоторые моменты по которому американцы могут претендовать или продлевать да то русская Америка договор об аренде он благополучно закончился внимание в 2022 году вертай все взад или мы не должны вопрос же не в территории вопрос в том что мы почему-то от этого отказываемся или крымская война она даже называется крымская и когда у студентов спросил а что делали англичане во время крымской войны в Петропавловске Камчатском я говорю как так я говорю ну так это исторический факт ну люди этого не знают и даже по дню народного единства вот зайдите в интернет да можно найти учебники можно найти какие-то научные труды но вы не найдете никакой научно популярной литературы для студентов для молодежи для молодых людей для школьников максимум это будет открытка агитка что вошли в москву освободили от поляков ну там же не только поляки были и смута продолжалась не один не два не три года и закончилась эта смута наверное я сейчас крамольную вещь скажу смута закончилась покупкой города Киева у тех же поляков ну вы представляете какой промежуток времени мы выбрасываем истории это тоже объяснимо при петре первом нам историю написали немцы хорошо это или плохо мы не будем сейчас это обсуждать но немцы состояние русской души и отдельную цивилизацию никогда учитывать не будут да потом пытался карамзин переписать он кстати сделал очень вредную вещь которой мы сейчас пользуемся потому что он назвал древнюю Русь киевской она что была новгородской Рюрик основатель династии новгородский князь любой другой князь будь то владимир равнопостальный будь то юрий долгорукий будь то владимир мономах он обязан был киев завоевать а вот киев это уникальное кстати место да вот если брать историю кем были аскольд и дир они же были дружинниками все того же рюрика и рюрик их послал в константинополь чтобы путь из варяг в греки был полностью русский но аскольд и дир увидели неплохой город построили себе таможенку и начали с людей деньги собирать да и потом же вещи олег пошел к ним показал настоящего князя естественно завоевал киев ну так должно быть да ну вот ничего не меняется в русской истории ничего же не меняется и мы почему-то русь называем киевской но дальше больше потом был такой историограф Костомаров который сказал ну немцы ж не дураки они нам хорошую же историю написали давайте Карамзина с немцами сопоставим и будем издавать учебники для школьников так самое печальное что мы до сих пор основываясь на Костомары на неправильных понятий которые были введены для удобства мы учим до сих пор наших детей ну беда 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 русские это цивилизация это необходимо осознать ну и как президент говорит да граница России нигде не заканчивается я один пример привел с русской Америкой а вот романовы они редко редко романовы употребляли Алексей Михайлович употреблял да романов а вообще задача всех Рюриковичей была вывести границы России до границ православия то есть до Сербии до Балкан ну почему мы должны от этого отказываться извините пожалуйста а романовы сопротивлялись да в этом плане они были более европейцы я не историк точнее я исторический факультет закончил закончил да меня интересует мы же мы сейчас живем в историческое время у нас сменяемость событий очень очень часто сейчас очень историческое время но я я если так можно сказать то я считаю себя хранителем памяти и хранитель памяти он не основывается только лишь на документах на бабушкиных рассказах на истории моей семьи на том на тех улицах потому что у каждой улицы есть истории ну допустим городе луганске там много много спорят есть улица почтовая которая считается одной из первых хотя вот по каким-то там книжкам есть улица там первая английская она же сейчас улица и далее где и жил да и где дом его находится и дом музея да но почтовая она была но отнюдь не потому что почтовая там главпочтамт находится а потому что там почтовых лошадей меняли понимаете и вот эти вот истории одного города история одного края история родной семьи это память если эту мы память будем вот она будет жить в нас мы же совсем другими будем совсем другими будем у романовых если уж по документам у них цель другая была Алексей Михайлович да он хотел перерастить русское государство постепенно понемножечку петр первый естественно хотел прорубить окно в Европу но сейчас возникает вопрос да там я слышал некие эстонцы или чихонцы как их называть там правильно мы не будем это тоже обсуждать сейчас они там какие-то буйки с лезвиями поставили на реке Нарва вот скажите мне как минимум два раза успешно русские цари брали город Нарва с каких делов там находятся какие-то чужие войска ну видите какой мы беды наделали как минимум два раза брали петр первый брал иван грозный брал и пожалуйста мы почему-то почему-то должны кого-то там понимать или считать что так ну случилось да мы своего отказываться не должны ну допустим еще императрица то что касается моей земли моей земли моя малая родина это форпост русского государства для того чтобы цитирую дословно катары не баловали и блистательной порте османской империи во устрашение императрица матушка елизавета петровна учредила славяно сергию да то есть поставила пограничников да они же украинцы самое что ценное ну пограничники я же сказал в самом начале это титул наряду с дворянским который защищает рубежи русского государства и вот маленькая деталь а где же заканчивалась граница славяно-сербии городом ну это точный документ городом названным именем императрицы то есть Елисаветград он же Кировоград или как наши враги не другие и бывшие собратья называют сейчас Кропивницкий с каких делов я должен от этого города отказываться чужой земли не надо нам ни пяди но своей же мы в Иршкане отдадим но получается мы отдали зачем зачем ну и это это мы должны знать это должны впитывать во всех вещах или вот я даже в Москве слышал такую вещь но Калининград это ж Кенигсберг да мы же должны это ж восточная Пруссия да ну надо же понимать же желание там кого-то ну давайте я всем советую забить в интернете письмо доцента Канта императрице Елизавете Петровне и когда вы его прочтете это письмо Канта вы тогда поймете что Кенигсберг и доцент Эммануил Кант который просил у той же Елизаветы Петровны степень профессора наверное они были русскими ну уж по крайней мере принадлежали русскому государству почему мы должны от этого отказываться почему мы должны думать о том что а как же нас воспримут там какие-то европейцы почему мы должны на них обращать внимание вот для меня это всегда вопрос и еще один вопрос который наверное наверное должен задавать каждый сам себе в день народного единства вот ни для кого ж не секрет что да были уже дмитрий был там королевич Владислав Семибоярщина была да которая вот недолго думая взяли и посадили выбив себе индульгенции а еще была шляхта сформированная при дворе давайте зададим себе вопрос а мы шляхту прогнали и 400 лет назад и сейчас может мы будем сейчас ликвидировать эти последствия я не буду называть фамилии людей но когда у одного из больших чинов спросили деньги не такие уж большие деньги на окончание строительства лицея имени берегового в городе Луганске он сказал нет денег вот нет денег прошло два месяца а там взятка фигурирует миллиард двести миллионов да и в зал суда вводят в генеральском мундире не позор не позор но это всегда было это всегда было петр первый вызывал алексашку меньшикова и кричал что ты вор это всегда было ну вот вот такие вот мы но с этим надо же бороться и прогонять эту шляхту постоянно и убивать эту шляхту в себе потому что всегда есть желание приспособиться покориться покориться но в голове держать что где-то там по Волжье вместе с татарами зырянами и прочей мордвой обязательно найдется староста Кузьма Минин и уж он-то этот Кузьма Минин может показать Кузькину мать вот все это в нас мы только это должны разглядеть День народного единства как раз к этому подходит ну и еще одна деталь вот многие думают что четвертое ноября это этот праздник был вот в пику седьмому ноября да красному дню календаря опять-таки по воспоминаниям Паскребышева это личный секретарь Иосифа Абиссарионовича Сталина так вот если б четвертого ноября Сталин не побывал наедине с иконой Казанской Божьей Матери то скорее всего и парада седьмого ноября на Красной площади в Москве и не было бы так что День народного единства он объединяет эпохи людей народы одну великую страну и в этой великой стране каждый должен себя чувствовать гражданином вот знаете на Красной площади памятник Минину и Пожарскому и там написано князю гражданину Минину и князю Пожарскому а благодарная России да вот каждый должен себя чувствовать гражданином таким как Нижегородский староста Кузьма Минин ну как-то так вы все правильно сказали но у нас в стране есть пятая колонна она присутствует по всему по советам пространства да пятая колонна это Бжезинский говорил наша элита наша элита когда российский журналист ему задал вопросы он даже смеялся ей в лицо это первое второе нам нужна идеология срочно ее просто отсутствует поэтому у нас образование падает у нас образование даже американская баллонская система у нас молодые вот я беру катасоновое интервью да он говорит у нас идиотов извините пожалуйста воспитывают садика так я вам я вам сказал причину потому что мы все время собирались кому-то понравится не надо это вот давайте так даже учебники ну слава богу отстояли попова да изобретателя радио а то ж был попов и марконин почему почему мы не если марконин залицензировал или там у нас любят это да я русский теперь страшно говорить а то шаман скажет да ты нарушаешь мои авторские права а певец который да ну вот как теперь сказать я русский кстати о шамане заговорили я считаю что наши певцы вот шаман не должен носить вот я удивляюсь почему певцы наши берут псевдоним зарубежные тематики они у него хорошая красочная фамилия даже подождите возьмем пугачеву это же не ее фамилия в советском союзе она выбрала себе циническое имя и она выступала давайте давайте вот так я молодой человек который был непослушным когда я был молодым человеком который слушал вражьи голоса и мое сознание никогда не менялось от того что я их слушал я как теперь модно говорить был из андеграунда потому что я слушал Сиву Новгородцева город Лондон BBC я разбирался в музыке в роке и очень 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 любил наш отечественный рок отечественный да и вот когда это сейчас без времени шагнуло но я понял это лет десять назад потому что все кумиры того времени они почему-то стали не моими где гребенчиков б.г. где юрий юрий юлианыч да шевчук где простите меня макаревич макар оказывается им надо было вот это вот перестройка и новое мышление говорю как она так говорила для того чтобы им был плацгарм такая территория где они чего сам будут заниматься вы уж меня простите вы уж меня простите то есть вы меня обманывали а для многих людей они были кумирами у меня нет претензий к путусову у меня нет который на своем уровне помогает как он может у меня вообще нет претензий к чечериной да у меня нет кстати мы на них мало обращали внимание и вот такую молодежную группу как агата мы ну мое поколение уже как это ну это полупапса но а вы посмотрите что сейчас происходит когда Вадим Самойлов приезжает на передовую и поет на ковре самолете а над ним летит к 52 пророчество какое-то да да есть в интернете посмотреть это здорово казалось бы песенка простая но она же сыграла и я не знаю кто там и кого кормил да я попсу не увлекался не занимался никогда да но вот мои кумиры и сейчас ну не спроста же а вот когда балабанов придумывал а такую ну я же не знаю диалогии получается брат он не знал ни сценария не главных действующих лиц он знал что в фильме будет Бутусова ну пророчество какое-то и вы смотрите и брат один и брат два начинается с клипа Бутусова ну правильно ну так получается ну вот вот оно вот это внутри нас конечно есть люди которые будут подстраиваться вот это приспосабливаться подстраиваться я не знаю что как и что говорить для тех людей которых перечислили и тех кого я перечислил для них нужна была одна часть шестая часть суши для того чтобы деньги косить и когда они кроме того что косят деньги на одной шестой части суши а еще у них простите меня недвижимость где-нибудь там в америке они бросят россии ну это нормально вот я я могу рассказать да когда-то солистом варшлобратской филармонии был Валерий Леонтьев и у Луганска был юбилей его естественно пригласили он сказал не 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 у меня домик в Майами как я приеду в непризнанные у меня у меня вопрос какое отношение будет у луганчан к бывшему солисту варшлобратской филармонии негативное я считаю извините пожалуйста Леонарко Вячеславович это все предатели родины я тоже так считаю они должны отвечать за свои поступки и в том числе Пугачева Леонтьев они забыли кто им дал образование а у меня еще такой вопрос а стал бы Леонтьев 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 если бы он в свое время не был солистом варшлобратской филармонии он должен где-то был получать зарплату кто-то должен был ему организовывать гастроли кто-то должен был заметить именно как солиста варшлобратской филармонии но эти люди обо всем сразу забыли понимаете ну так вот получается так что это болезненная тема для меня очень болезненная тема для меня потому что вот кумиры моего поколения они все казались предателями за исключением тех которые и в то время проявляли себя это знаете как я никогда не забуду как один из основателей ленинградского рок-клуба Эдмон Шклярский защищал особняк Шрёдера Шрёдер это не канцлер Германии это человек который основал в России основал в России фортепианную фабрику первую и вот если вы а пикник это тоже тоже кумир кумиры были но не для всех как и Егор Летов это не попса даже в рок-тусовке это были определенные определенные такие слои которые их воспринимали так вот когда Эдмон Шклярский защищает один этот особняк Шрёдера он будет защищать любой кусок России понимаете это тогда еще проявлялось и вы посмотрите сейчас на любой клип группы пикник они все в том особняке снимаются да он разрушенный но наверное Россия всем миром как в свое время вот мы тоже не осознаем когда там Лужкова или еще кто-то выделяет деньги выделял деньги на храм Христа Спасителя не совсем то вся Россия и 50 лет по копеечке собирала на храм Христа Спасителя так вот мы не одним Эдмоном Шклярским мы должны Россию каждый по копеечке собирать это немного но это наш вклад в развитие России и когда вернем суверенитет я считаю что я все таки 77 года рождения кстати я родился на Украине это моя родина у меня папа был военный и я когда СССР рухнул я жил в Крыму на тот момент потом переехал в Россию потому что у меня родня из Татарстана и я знаю Украину я ездил по Украине я знаю чем дышит Украина дышала в те годы да когда развал шел вообще надо отменить национальности как в Советском Союзе паспорт был там что было написано надо будет и сейчас это возвращать ну вы знаете вот это то на что направлял свои действия Бзижинский да как то так да каждый сам за себя и если уж мы о Крыме говорим и о татарах да и ну кто нибудь когда нибудь в Алубке побывал у султана на даче султана Ахмед Хана а так притесняли так притесняли так притесняли тата так же их выселяли вот мы же этого не знаем дважды герой Советского Союза на самом деле и давайте уже переселение народов ах Сталин преступник кого он переселял семьи тех а предателей которые с немцами сотрудничали и другой вопрос к Михаилу Сергеевичу да они значит в Фергане резню устроили мы их назад в Крым переселяем так получилось у нас я тоже был в Крыму в это время я работал в то время в Артеке во всесоюзном пионерском лагере я работал с 89 до 91 год но вот это вот шляхта которая внутри и желание приспособиться меня заставило уехать меня никто не прогонял из Артека вот я отработал три года и на моих глазах 25 августа 1991 года снимался красный флаг и вешалось вот это вот двухцветное непонятно что и тогда я подошел и спросил а что вы делаете ну можешь теперь грубо говоря Украина я говорю дети здесь при чем дети здесь при чем но я не мог ничего не доказать я очень хорошо помню как заходили Джон Кеннеди и Айова как мы их допустили туда я помню авианосец авианесущий крейсер Киев и у меня гордость была что это создали наши люди но потом когда этот авианесущий крейсер продали как металлолом понимаете у меня была апатия потому что я это все видел а еще я видел ну если вы кромуж знаете вот перед форосом есть туннель я видел очередь как раз мы ехали экскурсия ЮБК если кто не знает то форос это последняя точка южного берега Крыма и мы вот так вот проезжали с детьми мы до туннеля доехали потому что там стояла очередь черных волк на поклон к Михаилу Сергеевичу Михаил Сергеевич мы же за тебя всегда были вот да я видел все это вот я видел эту внутреннюю шляхту которая тогда была я не уверен что мы ее прогнали сейчас вот не уверен я надеюсь то что наш действующий президент Владимир Владимирович Путин вообще поставит точку что произошло в девяносто первом году мы должны юридически это закрепить до сих пор у нас это не закреплено а что было предательство предательство на всех уровнях я очень на это надеюсь уж во всяком случае уж во всяком случае не трое людей даже если вот такой юридический нюанс да мы как основатели Советского Союза да но вы чуть-чуть забыли там еще была закавказская это в России сделали у нас это поправки была еще закавказская республика которые были основатели да кто-нибудь все были равноправными давайте почитаем Конституцию Советского Союза отдельно закон о праве выхода из Советского Союза все что было сделано это было сделано нарушение союзного законодательства все от первого момента ну и знаете два момента которые есть в русской истории первое это март восемнадцатого года когда царь батюшка отрекся от престола с бросил себе ответственность вот сбросил и двадцать пятого декабря тысяча девятьсот девяносто первого года это заявление Михаила Сергеевича Горбачева сродни вот сродни поступки сняли с себя ответственность но если царь батюшка он надеялся на русский народ и на то что люди его не предадут то я боюсь что Михаил Сергеевич он знал как к нему народ относится там уже был там уже было за недвижимость в Германии и в Америке и медальку и медальку получил от Вашингтона ну ну что ж будешь делать знаете когда-то Петр Первый всем предателям штамповал пудовые медали носить не снимая вот надо было ему еще такую выковать ну я думаю что разберемся я думаю разберемся да если мы сейчас переживаем те же самые этапы как во время смуты шестнадцатого семнадцатого веков мне кажется даже похлеще англосаксон удалось столкнуть Украину с Россией и вообще по своей стране а именно тогда это удалось Великое княжество литовское разговаривали там все люди на русском языке это потом уже различные нюансы произошли а литовское это было русское княжество я могу сказать триста лет назад триста лет назад сербский и русский язык были одинаковыми ничего их не различало разве что более мягким произношение было сербское а так я на бриксе был я общался с сербским журналистом прекрасно владеет русским языком не так это один и тот же язык я напоминаю куда стремились Рюриковичи и давайте так Иосиф Бростита воевал за то кстати мы мы его не вспоминаем это не который на корабле и в Африку а он воевал так он воевал он под 80 процентов территории Югославии освободил его субростита мы его вспоминаем и он же воевал за что за присоединение Югославии к Советскому Союзу но не сложилось сначала атомная бомба мешала потом его политические убеждения потом его неприятие а вот когда его там кликой называли ему Советский Союз предложил ты будешь лидерами стран неприсоединения он говорит нет я в Советский Союз хочу ну давайте вот я перекладываю на то я там прожил 8 лет в непризнанной республике и я могу судить вот мы провозгласили Луганскую народную республику как русское государство на территории бывшего Советского Союза я бы бывшего убрал бы еще просто русское государство на территории Советского Союза ну не важно там опять-таки тонкость и вот бы мы понимали да что не хочется войны тогда такая ну не было атомной бомбы до 49 года а потом бы когда уже все 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 было хорошо и нам бы сказали не вы не будете частью России вы будете наверное лидерами всех непризнанных республик во всем мире вот каково бы было наше сознание примерно то же самое испытывал Иосиф Бросс Тита правильно история не имеется слагательных наклонений да случилось так как случилось и смута продолжалась десятилетия эти самые десятилетия смуты мы проходим и сейчас я надеюсь что мы ближе к тому моменту когда придется забирать или покупать город Киев я надеюсь без покупки он к нам сам но мы его возьмем будет все нормально покупать я считаю мы не должны мы должны забрать все свое должно вернуться в русский мир время покажет я же говорю что юридически юридически да мы вспомним если мы смотрим на восток смотрите дальше на другое полушарие там тоже наша земля если мы смотрим на запад то там есть балканы и две мировые войны из-за балкан это все наше граница России нигде не заканчивается особенно в голове к сожалению большинство наших граждан это не понимает к сожалению в Луганске это быстро поняли потому что у вас а у нас выбора не было а у нас в Татарстане где я сейчас проживаю многие ну вы знаете я в свое время я в свое время делал фильм документальный о таком актере как Владимир Этуш делал по одной причине он целый год воевал он был помощником начальника штаба целого фронта потому что он в совершенстве знал немецкий язык с детства он служил здесь у нас целый год и все пленные немцы допрашивались им и без него никак да да но это не значит что переводчик и помощник начальника штаба он не ходил в атаку да когда припекло и он и командовал переправой и первым входил в населенные пункты с пулеметом и в окопе ему вручали орден красной звезды дело то не в этом он же рассказывал о москвичах покуда немцы на Каширском шоссе не появились на Волоколамском еще Москва жила своей жизнью а вот когда немцы появились на Каширском шоссе тогда уже припекло я боюсь что менталитет не поменялся я вот этого боюсь ну случилось так как случилось опять таки знаете у нас же есть хорошая поговорка покуда гром не грянет мужик же он не перекрестится так и живем и долго запрягаем очень быстро едем это кстати вот почему Европа боится опять таки вот если мы вспомнили и сербов и моих земляков и я еще мой земляк я считаю что мой земляк хотя конечно он не родился здесь Михаил Иларионович Голенищев-Кутузов фельдмаршал князь Смоленский но ко всем своим титулам а у него их было очень-очень-очень много он же был еще всегда приписывал полковник луганского пекинерного полка и как полковник луганского пекинерного полка он штурмовал из моих кстати полк это такое это не тысячи человек к нему же были переписаны сербские гусары вместе с генералом Милорадовичем ну это он потом генералом стал и как суворов говорил что да Кутузов командовал моим левым флангом но был моей правой рукой и если уж мы берем Крым мало того что в легендарном Севастополе каждая пушка клейменная луганский литейный завод то давайте с перевала съезжаем одна Кутузовка вторая Кутузовка так чей же Крым он же ж мой он мой навсегда потому что за Крым воевал луганский пикинерный полк потому что Севастополь обороняли пушки луганского литейного завода если в Бородине девятнадцать раз упоминается продукция луганского литейного завода начиная прилег сдревнуть его лафета да или забил заряд я пушку туго и думал угощу я друга постой-ка брат мусью да или как там вам не видать таких сражений носили знамена как тени в дыму огонь блестел земля тряслась как наши груди это продукция луганского литейного завода девятнадцать раз у Лермонтова я что должен был от этого отказаться потому что кто-то там в Беловежской пуще сказал что нет да я не откажусь ни от Лермонтова ни от Кутузова но самое главное так вот когда был же заграничный поход русская армия и опять таки Милорадович серб опять таки сербские полки опять таки полковник луганского пикинерного полка и вот что они делали ну вот в Европе знаете в русском языке такое есть слово переверстать а старое произношение переверстить так вот они километры верстами отмеривали и на каждой версте камень ставили а над каждым десятом камнем ставили русскую часовинку так вот этого Европа поныне боится переверстают и переверстят часовинку построят но креститься будут только когда гром грянет ну так вот такие вот русские полностью с вами согласен и конечно же победа будет за нами как говорит наш действующий президент российской федерации владимир владимирович путин а вот нас не надо в этом убеждать потому что знаете есть такой фильм очень считается лучший фильм о войне где войне ни одного военного кадра белорусский вокзал помните и герой попанова говорит на войне же все просто впереди враг позади москва и наше дело правое так вот мы восемь лет прожили так вот я я даже не знаю это отдельная тема о которой мы долго будем говорить да может быть когда-нибудь я и про журналистов в том числе от нас была линия фронта восемь километров двенадцать это так далеко а свое время линия фронта проходила по луганску но вот мы жили с той уверенностью что враг впереди но позади москва и наше дело правое это же все просто мы не отстаивали москву хотя как знать хотя как знать уж крым мы отстояли точно потому что если бы это все стреляющее железо которое было направлено на луганск переправилась в чангар вы уверены что тектоническая порода крыма все бы это выдержало так что крым наш крым мой и навсегда вместе с пушками и с тем стреляющим железом которое летело в нас надеюсь что что все таки наши граждане себе в голову возьмут все ваши полезные слова все что сейчас сказали я хочу вам сказать что Донбасс Донецкая народная республика Луганская народная республика это настоящие герои которые в свое время наступит времена когда будут называться фамилии но в честь этих людей они сейчас на улице да еще по всей стране когда будут им памятники ставиться в название почему я говорю в названиях да вот пример четырнадцатого года да Иловайск звучал да а кто такой был Иловайский он же разве с Кутузовым туда в заграничный поход не ходил а кто был Матвей Платов да вот Бокова Платова это Луганская народная республика да оно и сейчас на званиях оно и сейчас на званиях и даже даже вот знаете в свое время на гербе Луганской области красовались кони да 4 у нас конезавода который основала еще матушка Екатерина ну и самый самый знаменитый конь Советского Союза это Пепел да Елена Петушкова олимпийская чемпионка фрау Пепел да у нас живут его потомки у нас живут его потомки а Пепел был вы выведен как конь да на Сальском заводе он недалеко от нас основал тот завод Иловайский ну понимаете все в названии и от этого никуда не деться вот эту память это не по учебникам надо изучать а по бабушкиным рассказам по тому как показывают олимпиаду вот вы можете себе представить если бы Елена Петушкова без красного флага выступала я нет я не могу себе это представить я вообще считаю то что те спортсмены которые едут под нейтральным флагом это тоже для меня враги предатели Родины я вот тут не могу критиковала Путина за это я вообще считаю что мы должны были отменить нет давайте как спортсмены перетрогать есть вот человек который показывает результаты он может ехать куда угодно но патриот России без флага не поедет как сказала Ирина Вина нефиг там делать правильно правильно я ее полностью поддерживаю а вот эта простая простая да а вот эта Тарасова лезет чуть ли не из своих штанов и защищает вот этот нейтральный статус да давайте так я испытывал гордость да я помню как плакала Роднина когда играл в гимн Советского Союза я помню как плакала Хоркина когда она упала с бревна ну вы понимаете и стать олимпийской чемпионкой для нее это было событие я помню как плакал здоровенный мужик Трифилов когда чемпионами олимпийскими стали наши гандболистки понимаете вот ради этих моментов и стоит жить стоит смотреть олимпиаду и болеть за наших а то что кто-то где-то какой-то результат получит ну это же другое это совсем другое и опять таки почему почему мы русские если мы аж о спорте ну кто-нибудь от Бромеля где-нибудь на территории России когда-нибудь откажется ну нет да это подвиг спортивный подвиг это мой земля равно как и бубка мой земля наши прыгуны они на космические высоты прыгали но бубка показал свое сильное лицо а вот это новое время квартира и домик в Монте-Карло очень хорошая должность президент национального олимпийского комитета но но результат же он показывает да вот вот где спортсмен патриот а где человек который показывает результат вот давайте мне ближе винер нефиг там делать я полностью с вами согласен я это позорную олимпиаду в Париже даже не смотрел просто улыбался как у них там крысы бегают и все остальное это даже печать для Европы то получается ну это у них вечно там так было да мы же вот идеализируем Европу вот давайте подумаем а почему у них шляпы были с полями такими потому что у них канализации не было и выливали свои ночные горшки из окон ну это другой разговор да мы должны впитывать в себя все русское что в нас есть и вот Ивановича Даля и подвиг Брумеля спортивный подвиг подвиг Брумеля и Москву отстояли и в зарубежный поход пошли если надо переверстим переверстаем спасибо вам за интервью Леонард Вячеславович я надеюсь все что вы сейчас сказали наши граждане это услышат не просто услышат а впитают себе вот сюда как губку мы это должны помнить и не забывать большое вам спасибо за интервью спасибо вам надеюсь не разочаровал нет спасибо вам до свидания до свидания до свидания до свидания Субтитры создавал DimaTorzok